Здравствуйте! В эфире программа «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Завершилось расследование уголовного дела в отношении Михаила Назарова и Татьяны Галкиной. Им будет предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса «Убийство двух лиц и разбой». Напомним, их подозревают в убийстве двух самарских школьниц Елизаветы Васиной и Алены Косаревой в июле прошлого года. В декабре 2013 обвиняемые были направлены на проведение судебно-психиатрической экспертизы в Казань. Оба обвиняемых являлись вменяемыми как на момент совершения преступления, так и в настоящее время, в связи с чем могли полностью руководить своими действиями. На данный момент следователем планируется предъявление обвинения всем участникам противоправных деяний и в ближайшем будущем направление уголовного дела в суд. На скамье подсудимых окажется 32-летний житель Самары. Его обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии в сети интернет. Зафиксировать и выйти на его IP-адрес удалось специалистам областного управления МВД. В телеконспирации пользователь ограничил доступ к просмотру материалов. Однако это не помешало полицейским определить личность администратора учетной записи. По данным полиции, задержанный работает разнорабочим на одном из промышленных предприятий Самары. Мужчина не женат. Проживал в одной квартире с матерью и семьей своей сестры, у которой имеются две дочери 6 и 8 лет. Мне просто нравятся эти фотографии с детьми, где они обнажены. Ну, в трусах гуляют, в ванной сидят. Детей я очень люблю. Любил, люблю и буду любить. Мужчина в течение трех лет с использованием своей несовершеннолетней племянницы изготавливал порнографические материалы, которые распространял в сети интернет. В настоящее время задержанный арестован. Материалы уголовного дела переданы в суд. В квартире у подозреваемого оперативники изъяли компьютерную технику, фотоаппаратуру и цифровые носители информации с материалами порнографического содержания с участием несовершеннолетней. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Следователи готовятся к передаче в суд дела в отношении 28-летнего самарца, подозреваемого в убийстве хоккеиста Николая Федяшева. Напомним, трагедия произошла в сентябре 2012 года на парковке ночного клуба «Метелица» в Самаре. В ходе драки пострадавшему были нанесены смертельные ножевые ранения. Также был ранен и его знакомый, которого удалось спасти. Подозреваемого задержали спустя почти 10 месяцев. За это время он успел объехать несколько городов России. Где вас задержали? В городе Воронеже. В Воронеже? Да. Как задержали-то? Где вы там? У кого там были? В Россию. На данный момент ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Это убийство и покушение на убийство двух лиц. И выносуя совершение преступления, он признал частично, указывая на то, что не хотел совершать убийство двух лиц. Судом по ходатайству следователя в отношении его избранного меропрещения в виде заключения под стражей, Сильный пожар произошел вечером в доме на улице Артемовская в Самаре. Сотрудники МЧС прибыли на место через несколько минут. Распространение огня на соседний дом и жертв удалось избежать. Но одна из квартир выгорела почти полностью. Подробности далее. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже 15-го дома по улице Артемовская. Соседи утверждают, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Ребенок всегда играл в спички. Вот прям любитель играть в спички. Вот пожалуйста. А когда я дверь открыла, там дыма столько, все черное. Я ничего не пойму, детей уже забрали. Я выйти не могла. Думаю, через скорочку выпрыгну. Потом я кричу, помогите, пожарники меня спасли. Открыли квартиру. На место ЧП прибыли 13 пожарных расчетов. В квартире горели домашние вещи. Густой дым распространился по всему подъезду. Ликвидировать возгорание нужно было в кратчайшее время, ведь в доме деревянные перекрытия. Распространиться огню на другие этажи не дали. Спасти удалось всех жителей. Жильцы не пострадали. От администрации был выделен автобус для обогрева. На данном пожаре было эвакуировано 25 человек силами по подразделению пожарной охраны. Незаслаженных действий травмирования не допущено. Квартира, в которой случился пожар, выгорела практически полностью. Пострадал и подъезд. Жители соседних квартир из-за сильного задымления отправились ночевать к родственникам и друзьям. Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. От огня страдают не только здания. Пробку на московском шоссе спровоцировал горящий автобус. Это произошло в районе станции метро Московская в 10 часов утра. Загорелся моторный отсек МАЗа. Рейсовый автобус 34 маршрута направлялся в пар, так как водитель ранее заметил неисправность. Пассажиров в автобусе не было. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар за 9 минут. Однако происшествие спровоцировало довольно большую пробку на московском шоссе. К месту пожара прибыли одна единица пожарной техники и три человека личного состава. Пожар ликвидирован в 10 часов 28 минут. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Зимняя оттепель – причина увеличения числа аварий на дорогах. Одна из них произошла в Волжском районе. На трассе столкнулись Вазовская «Приора» и «КамАЗ». Водитель и один из пассажиров, сидевшие спереди, погибли. С подробностями с места аварии наш корреспондент. Авария произошла около двух часов дня. Черная «Приора» ехала из Самары в сторону Новокуйбышевска. Машина пошла на обгон. Водитель не справился с управлением и попал под встречный «КамАЗ». Его занесло, у него скорость приличная была. Он шел, обгонял машины, левым рядом обгонял попутные машины в левом ряду. Его начал кидать и смыкануло под меня. От сильного удара «Приора» превратилась в груду искореженного металла. Людей из машины смогли достать только спасатели. Водители и пассажир на первом сидении погибли. Мужчина, который ехал на заднем сидении, чудом остался жив. Его доставили в больницу. Возраст пострадавших от 25 до 30 лет. Одна из версий аварии – скользкая дорога. Водитель пошел на обгон, он совершал маневр. На месте сейчас работает оперативно-следственная группа. Все остальные версии будут устанавливать уже окончательно на месте. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Самаре ожидается усиление морозов. На дорогах возможен гололед. Сотрудники ГИБДД советуют водителям соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. Еще одно ДТП, но уже в центре Самары, произошло из-за невнимательности и спешки. На улице Мичурина микроавтобус протаранил легковой автомобиль. От удара пятерку отбросило еще на четыре машины. Пострадали два человека. Авария парализовала движение трамваев более чем на час. Авария с участием сразу шести машин. На перекрестке улиц Мичурина и Клинической 22-летний парень на пятерке выехал на красный сигнал светофора. В этот момент его протаранил на большой скорости пассажирский микроавтобус «Хендай». Потеряв управление, водитель «Жигули» задел еще четыре автомобиля. Мы вот видели, как она катилась такая-то разбитая, сюда к нам прикатилась, стукнула нас и все. Газели быстро ездят более. По словам участников ДТП, водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия. В аварии пострадали два человека – пассажир микроавтобуса и пассажирка пятерки. Их увезли на скорой. У женщины ушиб грудной клетки, у мужчины сломаны ребра. Остальные участники ДТП отделались испугом. Я сзади ехала, я не видела, как было. Машина, я почувствовала, на меня вот эти полетели две. Пассажирам трамваев из-за аварии пришлось выбирать другой вид транспорта. Образовалась пробка, а движение было парализовано. Один час небольшим. Ну, долго, да, прям на глазах стукнулись. Только услышала звук разбитого стекла и смотрю, уже машина стоит. Несмотря на наличие светофоров, на этом перекрестке часто случаются аварии. Водители пытаются проскочить на запрещенный сигнал светофора и превышают скорость. Виновника этого ДТП еще предстоит установить. Юные инспекторы дорожного движения поздравили водителей и пешеходов со Старым Новым Годом. Заодно вместе с инспекторами ДПС напомнили им о вежливости на дороге. Участие в акции приняли воспитанники 296-го детского сада и 178-й Самарской школы. Участникам дорожного движения они вручили рисунки, нарисованные своими руками. Ребятам помогали Дед Мороз и Снегурочка. Думаем, что вот возможно такая информация для водителей будет более доступна и понятна. И возможно заставит их задуматься о том, как важно все-таки быть грамотным пешеходом или водителем на дороге. В 2013 году на дорогах Самары произошло более 130 ДТП с участием детей. Двое погибли. Различные травмы получили почти 140 человек. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим.